Доброго здоровья и мир дому вашему, друзья! Какое-то время назад на нашем канале у меня вышел ролик, который назывался «Сколько я зарабатываю?» либо «Мои доходы». Сейчас я хочу с вами поделиться о наших расходах, потому что люди уже неоднократно спрашивают расходы, точнее заработок это понятно, хотя тот ролик тоже не являлся истиной в последней станции, потому что мы взяли примерно, как это бывает, не то чтобы это каждый год так. Также и в этом ролике я приведу расходы за этот год, они тоже у нас не каждый год именно в такой сумме, но конкретно вот за этот год. Опять же, эти расходы только на животных, с учетом всех дополнений, типа расходников, ветеринарии и так далее. Это только что касается нашего хозяйства, без учета покупки животных. Потому что иногда, ну то есть не иногда, а каждую весну мы покупаем там броллеров, бывает у нас уже два года было, что нам свиней пришлось покупать новых, у нас свиня оказалась пустая. Вот такое тоже бывает. Итак, наши расходы я рассказываю на наше небольшое хозяйство. А это, значит, ну плюс-минус в среднем 10 кос у нас, значит, где-то около 10 свиней тоже, 30 кур несушек и 50 броллеров. Все это примерно. Вот это как бы вот основной состав хозяйства. Значит, в этом году получилось так, что я несколько раз покупал, значит, у знакомых в соседней деревне дробленку. Уже готовую дробленку 5 тонн. Получилось два раза по тонне и потом вот осенью уже купил на зиму себе 3 тонны. Дробленку мне продали по 10 тысяч. Это, ну как бы это тоже, это недорого. Вот. Здесь еще какой момент, что, конечно, в каждой местности, в каждой деревне, у каждого человека будет, как я всегда говорю, своя история. То есть, какие-то знакомые, может быть, где-то подешевле, может быть, могут отдать, ну или там какой-то случай интересный, может быть, какому-то фермеру надо вот там деньги срочные или еще что-то. Вот. Всякое бывает. Поэтому мы тоже, как и все, собственно, стараемся найти по возможности, где подешевле. Основной поставщик зерна, это у нас наш фермер, вот деревня, наш староста. Значит, и помимо него, ну, например, в этом году я покупал еще в других соседних деревнях тоже другую культуру, там зерно, которого нет у нашего староста, например. Итак, идем дальше по списку. Значит, купил сено в этом году на мое хозяйство, то есть это вот на моих коз, 23 тюка сена, тюки такие по 350 килограммов круглые, большие, ну, как бы, говорят там уж, столько они, не столько. Значит, по 1000 рублей, это тоже недорого, собственно, купил тоже здесь у местных, тут заготавливали. Вообще, они бывают дешевле, но бывают, как правило, дороже. Вот, раньше было дешевле, сейчас уже все это стоит дороже, полторы-две тысячи. Пшеницу я купил, значит, здесь уже полторы тонны за тоже 15 тысяч, это по 10 тысяч. Это тоже, как бы, как бы такая скидка нам, своим деревенским. Купил я овес в соседней деревне за 9 рублей за килограмм, то есть это 9 тысяч тонна. Ну, это как бы не дешево на самом деле, вот в прошлые разы там 8 тысяч. Ну, вот, фермер говорит, что вот, тебе 9 и все, либо ты покупаешь, либо не покупаешь. Вот, овес я купил специально для коз, потому что кормить их пшеницей или ячменем, ячмень, как бы, он жирный для них, вот, они немножко жреть начинают. Вот, а овес это самое то, как раз вот для лошадей, для коз, это вот всегда было. Значит, ну, тут овса я купил, там, 790 килограммов, я купил его немного, это вот добавляю по чуть-чуть козам всем. На ветеринарию, на всякую, значит, там уколы какие-то для свиней, то есть, ну, вот, железо, там, соль, лизунец покупал. Бывают там эти, значит, препараты обрабатывать, там еще что-то, примерно 4 тысячи ушло. Вот, значит, летом приезжают к нам ветеринары, берут кровь у наших животных, ставят бирки, вот, что конкретно у коз, коз, никаких прививок мы не ставим козам, потому что, ну, все живы, здоровы, нормально. Но, они ставят бирку и берут кровь на исследование, вот, то есть, за это тоже мы платим деньги, все это за наш счет, вот, 2 тысячи рублей, ну, примерно, посчитал я так. Вот, значит, для кур мы продаем яйца в ячейках своих, то есть, мы покупаем ячейку, упаковка ячеек, там, по-моему, 100 штук, что ли. Вот она стоит, там, 4 тысячи рублей, где-то около того, 4 тысячи почитал, посчитал. Значит, наклеечки у нас есть, наши фирменные наклеечки, вот, это тоже стоит, мы там, ну, раза два, в год, три, там, не знаю, это где-то тысячи, три, наверное, тоже в среднем. И, значит, покупаю еще бутылки под молоко, полторашки, пустую тару такую, там тоже упаковка такая, рублей 800 она стоит. Вот, и, в общем, если вот так все это сложить, получилось где-то 108 тысяч 900, ну, в общем, округлились, 110 тысяч. Вот, получилось 110 тысяч, это у нас расход за год на всякие, вот, значит, комбикорма и так далее. То есть, для животных. И, когда люди говорят, некоторые, о, там, а что так дорого вы продаете? Ну, так, извините меня. А, значит, когда мы приехали, и цены были другие, 7 лет назад. Пшеница там стоила, то есть, ну, и вообще зерно там любое, вот. И сейчас цены все растут и растут. И, соответственно, слишком дорого я тоже не могу продавать. Я не могу продавать яйца десяток по 200 рублей, у меня их никто брать не будет. Ну, продаем их по 100 рублей, там, по 110. Ну, вот, так же и молочку, так же и мясо. Да, там продаю, например, если в город везу по какой-то городской цене. Ну, плюс-минус тоже, тоже слишком не поднимаю. Ну, а если подвести итог, спрашивают, а сколько все-таки заработок, там, хотя, вот, я говорю, уже ролик был. То есть, получается, за год 110 тысяч потратил, потратили мы, да, именно вот на такое небольшое, на наше хозяйство. И примерно столько же мы зарабатываем, там, ну, тысяч по 10 месяцев, к примеру. Вот, это небольшой заработок, на самом деле. Но для нашей семьи мы всегда с мясом, с молочкой, там, творог, сыр, там, молоко, не знаю, яйца. То есть, этим мы всем обеспечены. Плюс еще у нас есть возможность, вот, что мы делаем, там, еще кого-то угощаем даже. Вот, с этим, как бы, все понятно. Для увеличения заработка, понятное дело, значит, нужно либо развивать хозяйство, увеличивать его, либо увеличить эффективность, значит, либо заниматься еще чем-то. Вот, потому что я доход такой, говорю, это только у нас с хозяйством. Вот, потому что, ну, мы сейчас лично про него говорим. Если еще что-то со стороны есть, то есть, ну, это нормально. Точка. Вот мы 7 лет уже в деревне прожили, и понятно, что мы, ну, сравниваем постоянно, да, и жизнь, как бы, легче-то не становится, в том плане, что корма дорожают, цены дорожают, вот, а я еще раз повторюсь, я говорю, что я не могу там сильно поднимать цену, а у людей денег больше не становится. И продавать, поэтому, с каждым годом все тяжелее и тяжелее. То есть, поэтому приходится искать какие-то новые подходы, включать голову, значит, потому что старые модели, они уже не работают, когда вот ты вот, ну, как-то там, вот, как раньше все это так вот продавали, там, сейчас уже не покупают люди. И те точки, которые раньше были, например, легко доступны, сейчас они уже недоступны вообще. Вот, сейчас многие перешли, там, в интернет, там, и так далее, старое поколение уходит, приходит молодое, которым, как бы, ничего не надо, они в магазин сходили, купили. Это тоже определенная сложность для крестьянина в плане реализации. И вообще, вопрос реализации своего продукта на сегодня, я считаю, это один из важных вопросов, потому что вырастить, ну, даже я такой городской приехал, ничего не умел, научили, подсказали, все, я вот плюс-минус сейчас могу, там, что-то выращивать уже, и даже, там, с маленького до больших размеров, то есть, все, там, вырастил, приготовил мясом, все, а что дальше делать? Вот, поэтому, уже, как бы, на ходу, пытаешься, значит, ну, подсмотреть, где-то что-то понять, может, где-то кто-то подсказывает, и за все это время, естественно, потихонечку нарабатывали клиентскую базу. Вот, не специально, потому что, ну, если бы специально, может быть, это было бы больше. Вот, клиентская база небольшая, этого все равно мало. Вот, но, значит, в этом направлении все равно надо развиваться и дальше, потому что иногда было так, что даже я не могу удовлетворить запрос моих клиентов. То есть, они хотят, а у меня этого нет. Вот, поэтому, чего я и вам желаю, значит, в любом случае, не бояться, да, вот этих расходов там и так далее, они, как бы, будут. Но стараться, значит, придумывать что-то, что-то новое в плане реализации, в плане заработка, увеличения заработка, какими-то другими судьбами. Вот, почему? Потому что, например, вот сейчас такой момент у нас в Алтайском крае, значит, на законодательном уровне запретили домашний забой скота для продажи. Теперь можно только забивать скот на специализированных бойнях. Закон-то сделали, на самом деле, дальше-то, как бы, никто не планировал особо что-то прорабатывать. Вот, например, мы здесь живем до района 55 километров, мне нужно продать свинью, например. Это как мне ее? Везти туда? То есть, там, нанимать кого-то или как? Вот вообще непонятно. Если они приедут живьем, заберут, они тебе копейки заплатят, тогда смысла нету тоже держать за это, потому что они дешево забирают. Приехать туда забить, ладно, своя машина, как-то ты погрузил, приехал, забили, ты еще заплати за это, там, от скольки-то, от двух до четырех тысяч, что ли, там. Вот, то есть, такие накладки нереальные. Ну, понятно, что к чему все идет, вот, но это еще не конец, поэтому пока еще живем, есть еще другие пути, и они не единственные, еще много есть. Вот, так что желаю всем, ну, там, не знаю, терпения и мудрости, как делать свое хозяйство эффективным для того, чтобы жить и развиваться. Вот, ну, как-то не просто существовать, так скажем. Вот, у нас там сейчас стройка идет, как бы, ну, как она уже заканчивает, но все равно пока еще будет долго идти. Вот, но я думаю, мы уже близки к тому, что уже скоро-скоро мы на нем начнем, значит, вектор развития свой, так скажем. Ну, что сейчас, ну, как все сделали, пока вот мы, там, как говорится, затыкаем свои финансовые дыры, где-то долги, где-то еще что-то. Вот, а что касается долгов, не долгов, а расходов, последний еще хочу сказать, тоже, за этот год. Вот, у меня к расходам еще минус один код. Вот, почему такая интересная порода, курильский бобтейл, нам очень нравились они, и это уже не первый. Значит, растет-растет кошечка маленькая, котик, вырастает в кота, приходит осень, и он куда-то уходит. Ну, то есть, понятно, что он такой привык, там, не знаю, там, где-то на природе, там, значит, типа рысь, где-то лазить. Вот куда, вот тут уже второй код за нашу бытность, ушел, все, и до свидания. Не до свидания, не здрасте, не знаю. Первый ушел, потом пришел, на несколько дней побыл, и ушел с концами. И вот сейчас второй тоже, и поэтому, ну, вот, что ты будешь делать? Кормил, кормил его, думал, придет. Главное, не обижали его, кормили, все, а он, нет. Ну, и ладно, бог с ними. Так что, давайте, всем благополучия и всего хорошего. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok